Спасите наши души, мы гибнем от удушья, пел почтенный Владимир Семенович Высоцкий. Имел в виду в том числе и водные глубины. Февраль, глухозимье, вода покрыта толстым льдом, водоемы засыпаны глубоким снегом, Ютуб-канал Егерский Дневник приглашает вас заглянуть, как живется водным обитателем в зимнее время. В целом, водные обитатели, рыбы, раки, вообще все живые организмы в воде, так же, как их сухопутные собратья, дышат, условно говоря, кислородом. В летнее время вода в водоемах насыщается кислородом несколькими способами, из нескольких источников. Ну, первый, значит, напрямую из атмосферного воздуха. За счет движения воды, либо течения в водотоках, в реках, там, или движение воды в озерах под воздействием ветра. Иола в воздействии совсем, вот, которые умные, они вот так говорят, иола в воздействии. Вода при движении трется об атмосферный воздух и захватывает молекулы кислорода. Вот таким, значит, способом обогащается вода кислородом, насыщается. Второй источник, это, значит, донные родники и притоки всевозможные ручьи, речки, там, вот, такое, значит, они поставляют кислород. Еще один источник, это водная растительность. Летом, за счет солнечного света, растения, фотосинтез, все как положено. Растения производят кислород, но водные растения – это такой многогранный фактор. Надо обязательно обратить внимание на это. По-разному мы будем упоминать. Кроме этого, растения при росте фотосинтеза поглощают из воды вредные вещества, так называемые, вот, углекислый газ, там, азот, значит, различные, вредные для организмов вещества. Ну, и еще летом, вот, за счет разницы температуры в разных слоях воды происходит постоянное движение воды. В водоеме, как бы, вот, ну, более теплые слои устремляются наверх, более холодные вниз. Днем, ночью температура воздуха разная, соответственно, воздействие на воду, и, в общем, вот, происходит такое постоянное движение, и в результате перемешивания, значит, равномерное распределение кислорода по водной толще всей. То есть, зоосообщества везде обеспечены кислородом. Но, опять же, вот, вследствие вот этого постоянного перемешивания разных по температуре слоев воды происходит непрерывное удаление из воды вредных, опасных для жизни зоосообществ веществ. Таким образом, вот, жизнь в водоеме процветает летом. Однако наступает зима, водоем покрывается льдом, понятно, что всякий прямой доступ к кислороду в воду прекращается. Кроме этого, с похолоданием воды отмирает большая часть растений. Не все, но большая часть водных растений. То есть, выработка кислорода падает таким образом. Ну и те растения, которые продолжают жить, такие вот вечно зеленые своеобразные водные растения, за счет затемнения, за счет того, что солнечный свет плохо проникает через лед, через снег, фотосинтез снижается, значит, выработка кислорода заметно снижается даже в тех растениях, которые продолжают жить. Но все-таки кислород в воду продолжает поступать из этих растений, из донных родников, из притоков. Даже вот в оттепеле, если снег начинает таять, какой-то ручеек, это все, это доступ к кислороду. То есть, в целом, кислород в водоеме все-таки есть. Жить можно, как говорится, но почему же я тогда вот так вот за упокой начал спасить и помогите гибнем? Ну, представьте себе обыкновенную комнату. Вот комната, я сижу, вот дышу, и вдруг эта комната начинает, например, задымляться или загазовываться угарным газом. Тот вообще его ни цвет, ни запаха. Вот. Но понятно, да, что со временем, вот кислород никуда не делся, но со временем, в силу загазованности или, значит, задымления, продукты горения какого-то, значит, поступают откуда-то, жить в этой комнате станет невозможно. Вот примерно то же самое происходит и с водоемом. Ну, по-своему, но примерно. Как мы уже сказали, лед препятствует поступлению кислорода из воздуха в воду, но и также препятствует удалению летучих вредных, ядовитых веществ из воды в атмосферу. Растительности осталось мало, и растение значительно, намного меньше, фотосинтез слабый, значит, намного-намного меньше поглощает ядовитых химических соединений из воды, значит, вот, как это бывает летом, например, уже в меньших количествах. И вот растение, я говорил, да, что очень такой важный фактор в водных объектах. С похолоданием воды большинство погибло и начало разлагаться, как любое органическое соединение, вещество. Вода всё-таки плюсовая температура, и постепенно, значит, скорость разложения нарастает, увеличивается выделение из разлагающихся, значит, растений ядовитых газов. Таким образом, вот из разных источников нарастает загазованность водоёма. Загазованность ядовитыми, вредными, опасными для жизни зоосообществ веществами. И вот в результате такой загазованности повышенной, кислород никуда не делся, опять же, повторяю, в результате загазованности к февралю на водоёме возникает замор. Я уже как-то говорил в выпуске о зарыблении водоёмов, я говорил, что, собственно, в инструкциях к дневнику егере о рыбе там ничего не найдёшь, как правило. Ну, тем не менее, значит, большинство егерей, и я в том числе, работают в организациях охотников и рыболовов. Охотников и рыболовов. А биологи-охотоведы, так у них просто вот в институте специальный курс, обязательный предмет рыбоведения, что-то там, рыборазведение, что-то такое, в общем, то есть, обязательно, ну, то есть, наша тема, да, но в любом случае помощь попавшим в бедственное положение животным никто не отменял. В водоёме, в котором случился замор, погибает просто всё живое организменного происхождения. Ютуб-канал Егерский Дневник приглашает вас принять участие в противозаморных мероприятиях. Спасём рыбу вместе! Зачем вскрывается лёд? Вы все видели, да, что происходит с бутылкой лимонада, когда с неё снимают пробку. Правильно, газ начинает улетучиваться из жидкости в атмосферу. Вот мы, делая полынью, своего рода снимаем пробку с водоёма, вот, открываем возможность ядовитым веществам улетучиться из водоёма в атмосферу. То есть, создать нормальный для жизни баланс газов в водной среде. Вот для чего делаются противозаморные мероприятия. Все опытные рыболовы вот знают, что в феврале, начале марта, пока ещё безопасно выходить на лёд, лунок надо бурить как можно больше, вот сколько сил есть. Это полезно для водоёма, для рыбы, для самих рыбаков, пожалуй. Вот на этом, позвольте попрощаться. Надеюсь, что нам удалось сегодня помочь водоёму, рыбе, рыболовам. Ищите нас на канале Егерский дневник, в инстаграме, комментируйте, подписывайтесь. В нашем читальном зале на Автор Тудей сегодня для вас рассказ в тему. Называется Большая рыба. Тоже с нетерпением ждём ваших комментариев, вашего мнения. Друзья, в советское время люди буквально боготворили Владимира Семёновича Высоцкого. Власть, ну, мягко говоря, недолюбливала, что ли, относилась к нему с каким-то сомнением, подозрением. А я, допустим, ну, это правда, только моё мнение, я не претендую, я считаю, что он гений. Давайте вспомним его ещё один раз. Спасите наши души, мы бредим от удушья, спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше, наш сос всё глуше-глуше, и ужас режет души напополам. и спасибо за просмотр! Продолжение следует...